Строительство канатной дороги Аэромост в городе Казань планируется уже достаточно давно. Однако накануне стало известно. Проект все же будет реализован. На данный момент он находится на стадии разработки. По плану объект будет прилегать над рекой Казанка. Проект большой, крупный, амбициозный. Речка маленькая, уязвимая, находящаяся в условиях сильнейшего антропогенного воздействия вообще в условиях города. Речка, мы забываем совершенно об этом часто в условиях города, что вообще-то это памятник природы, республиканского значения. Это особо охраняемая природная территория. Это речка с особым типом воды. Это она сульфатно-кальцевая, высоко минерализованная. То есть она минеральная река. Она вообще в идеале должна для питьевых целей, бальниологических, лечебных использоваться. Ну хотя бы для пупаний, то есть оздоравливающего влияния на кожу. По предварительным данным длина маршрута составит около трех километров. Остановки фуникулеры будут совершать в парке имени Горького, экстрим-парке Урам, а также у стадиона Акбарс-Арена. Серьезные опасения экспертов вызывает тот факт, что для такого объекта потребуются достаточно массивные опоры. Скажем так, на территории лесных массивов, скажем, а там у нас есть лесные массивы, это район парка Горького русско-немецкой Швейцарии, в общем-то, троицкого леса. Конечно, это приведет опять-таки к сокращению, да, то есть к сокращению части кустарников, большей части деревьев, которые попадут туда. Соответственно, придет это к сокращению биологического разнообразия, который там у нас имеется и немаленько. Воздействие на, скажем так, на гидрологический режим, я уже говорил, на геоморфологические условия, на гидрогеологию, на геологию и на рельеф местности, на ландшафты. Ну, тут, понимаете, какой компонент не бери, да, на животный мир, на их теофон. Какой компонент не бери, везде есть воздействие. Не время и не место. Так проект описывают его противники. Если отложить в сторону предполагаемый экологический ущерб, сомнение вызывает необходимость его установки непосредственно в Казани. Очень много вопросов вызывает этот проект. Мне кажется, при здравом размышлении, при здравом размышлении от него надо просто отказываться сразу и говорить, что если такое и делать когда-то, и не сейчас, а когда-то, то на Волге. На Волге, где можно острова посмотреть, зеленые берега, пароходики внизу. Вот как в бару катаешься, там в советское время была сделана дорога, там приятно, да, там хорошо, приятно. Канатная дорога может значительно разгрузить улицы города и улучшить доступ к инфраструктуре. Без сомнения, такой вид транспорта будет пользоваться успехом, как минимум у туристов. Вместе с тем строительство объекта повлечет за собой ущерб. Пока не ясно, получится ли его как-то компенсировать. Стоит ли игра свеч, решать лишь автором и инвестором проекта. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.